Стало известно, что на параде в честь так называемого Дня Победы 9 мая гимн Российской Федерации предполагает спеть Ольга Бузова. Ну, понятно, что она насмотрелась американских политических ритуалов, поняла, насколько это хайпово и готова в свой репертуар включить это более чем спорное произведение под названием «Гимн Россия». Но с учетом того, что популярность Бузовой стабильно не убывает, это, в общем, очень свежее и интересное решение. Главное проработать ее костюмчик, чтобы огромные перья оранжевого и черного цвета, которые были бы закреплены и прикреплены там сзади в правильном порядке, постепенно бы раскрывался бы такой огромный нимбохвост, закрывая собою мавзолей. Это было бы очень эффектно. Вы так себе представляете жареного петуха, который должен кого-то клюнуть? Нет, 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 я беспокоюсь, Оля. Вот это ты злорадствуешь, а я беспокоюсь, чтобы не отвалились перья. Почему я беспокоюсь? Потому что на данный момент важнейшими, главнейшими и единственными иностранцами, которых удастся заманить 9 мая к мавзолею, будут представители Ганы, Сомали, Нигерии и Уфиопии. А это очень специфическая публика, которая первый половой опыт получила с ранеными страусами. Поэтому что произойдет в тот момент, если Бузова устроит публичную линьку? Это может вызвать необратимые, скажем так, последствия на параде. Но и на подтанцовке у Бузова, если уж вообще осовременивать, мог бы потрудиться переодетый танком армата патриот Киркоров. Это очень, кстати, его легко переделать. Надо добавить чуть-чуть всего-навсего, чуть-чуть еще фанеры и покрасить пушечку в голубой цвет. Тогда это будет действительно убедительное зрелище. Но еще можно туда добавить известного в России папа Ахлобыстина. Тоже замешать в это шоу. Он еще активен, да? Он активен. Более того, сейчас опять всюду гуляет его знаменитый мем, где Ахлобыстин, укрепив в районе пениса набор тротиловых шашек, сидит с мрачной рожей и с объявлением «Зарусь, взорвусь». Это называется хештег. Это когда еще было-то, да? Это было много лет назад. Это воскресло, и теперь он собирается взорваться за «Зарусь» в том случае, если будет введена третья волна санкций. Ну вот я, кстати говоря, хотел ему тоже, знаю, что он слушает «Эхо Москвы», хотел ему предложить, чтобы он не беспокоил ФСБ поисками динамита повсюду. Можно просто воспользоваться мощной анальной пробкой и съесть как можно больше сухого гороха. И перед взрывом, да, можно будет надеть еще и священническое поповское облачение, фелунги, петрохиль, палец у него все это есть. И тогда это будет еще эффектнее, потому что к ошметкам Ахлобыстинского мяса добавятся и самоцветики, и крестики, и обрывки парчи. Это уже, в общем, на самом деле такой вполне полноценный фейерверк на параде и новое слово в пиротехнике. Да вы эстет, как я погляжу. Оль, я вижу эту картину, Бузова распускает этот нимбохвост, и в этот момент взрывается, Ахлобыстин делает обещанный бабах, и у Филиппа Бедросовича с перепугу тоже стреляет его маленькая голубая пушка. И патриотизм вообще заиграет новыми интригующими красками. И, быть может, быть может, Оля, режиму, наконец, удастся достучаться до очерствевших в ТикТоке сердец молодежи. Быть может, эта сцена... Хотя, ты знаешь, может быть, мы все неверно понимаем. Может быть, просто бедный Попа Хлобыстин зашибает копеечку вот этим хештегом «За Русь взорвусь» имеется в виду колбасный кооператив «Русь». А есть еще один тоже кооператив, который изготавливает подвышники датские, дамские. А есть еще предприятие «Русь», которое делает трубочки для коктейля. Насколько я знаю, там они принципиально новой длины. И там я просто знаю, что, вероятно, будут арестовывать каких-то журналистов, которые разболтали эту нестандартную длину, потому что китайцы или вьетнамские шпионы прознали и сделали из этих трубочек садового водопровода. Вы знаете, чем это все закончится, Александр Глебович? Чем? Тем, что нельзя будет называть «Русью» продукты, фирмы и все остальное. И тогда все проблемы решатся. Да, но за нее все равно тогда можно будет взрываться, в том числе и очень эффектно. Вот я предлагаю все-таки попробовать эту сцену, провернуть на параде и посмотреть, что будет. Они же постоянно ищут какого-то соприкосновения с теми поколениями, которые они потеряли. Они их действительно потеряли. И может быть, это будет все-таки той спасительной каплей.